Здравствуйте на телеканале Десна ТВ новости в студии Олег Соловьёв. Главные темы сегодня. За время пандемии десногорцы увеличили долги за коммунальные услуги. Если бы я не оплачивала все свои счета, у меня не было бы ни горячей воды, которая льётся, ни холодной воды. Рейд представителей администрации Десногорска по торговым объектам города. Неутешительные итоги управляющей компанией МУПККП. Горожане сдолжали десятки миллионов рублей за коммунальные услуги. Игнорирование долгов может привести к весьма неприятным последствиям. Если бы я не оплачивала все свои счета, у меня не было бы ни горячей воды, которая льётся, ни холодной воды. Да плюс ко всему, если бы я не оплачивала и свет, то и света бы не было. Жительница Десногорска Татьяна придерживается простой бытовой философии. Пришла квитанция – надо оплатить. Если проигнорировать, в следующем месяце будет в два раза сложнее. В том, что финансовая самодисциплина в итоге сбережёт не только деньги, но и нервы, согласна и её соседка Валентина. Долги копятся, суммы большие, потом труднее их возвращать. А поэтому может ещё дойти до судебных разбирательств. По умыслу или ввиду жизненной ситуации, но в долговой яме находятся сотни десногорцев. Общая сумма задолженностей жителей перед МУП ККП составляет свыше 90 миллионов рублей. Понимая, что год выдался непростым, методы воздействия на должников выбирают соответствующие. Мы два раза в месяц вывешиваем номера квартир, которые имеются задолженности. Ну, с задолженностями боремся, но очень тяжело получается. При накоплении суммы долга за более чем три месяца и неэффективности других мировоздействия коммунальщики приступают к взысканию по суду. Это может привести к аресту денег на личном счёте должника или к описи личного имущества. Когда же желание оплатить долги есть, но нет возможности, можно обратиться с заявлением о реструктуризации или рассрочке платежа. Лицам, имеющим низкую заработную плату, МУП ККП предлагает заключить соглашение о рассрочке платежа, обратиться за оформлением соответствующей субсидии. Также имеется возможность заключения трудового договора с условием отработки имеющейся задолженности. Получается, что при желании возможности оплатить долг найти можно. А каким образом, добровольно или по решению суда, каждый решает сам. Проверка температуры покупателей, обработка рук антисептиком и выдача масок в случае их отсутствия – это обязательные условия так называемого входного фильтра в магазины Смоленщины. Недавно эти меры вновь стали актуальными и призваны защитить от распространения коронавируса. Проверка проводится на предмет противоэпидемиологических мероприятий в связи с массовыми заболеваниями коронавирусной инфекцией. Есть ли входной фильтр в магазинах Десногорска проверяла специальная комиссия 14 октября. Представители городской администрации посетили несколько популярных торговых объектов, в том числе по причине обращений граждан. Предприниматели Атомграда с ответственностью отнеслись к особым эпидемиологическим требованиям. На входе – проверка температуры, обработка рук и, конечно же, маска. Если её нет, магазин выдаёт средства защиты бесплатно. Предлагаем либо одеть свою масочку, либо предлагаем нашу, которую мы, покупатели, бесплатно. Входной фильтр введён указом губернатора Смоленщины от 7 октября. Из-за неблагоприятной эпид-ситуации важно, чтобы превентивные меры соблюдались не только на бумаге, но и на практике. Все покупатели в масках, ни одного без маски. Продавцы и кассиры тоже в масках. Подобные рейды по соблюдению особых эпидемиологических мер магазинами города будут проводиться и дальше. В конце выпуска о погоде. 16 октября в Десногорске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днём плюс 11, ночью до пяти тепла. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова